Я был в Корее в 1995 году. Нас в Петербурге взял один там миссионер корейский и повез нас в Корею. Я был очень удивлен, как люди молятся. Я вырастал в церкви, где сильно молились. Но я был очень удивлен, когда нас возили каждое утро, а молитвенные дома забиты молящимися. Понятно, что есть разные нации, разные культуры, дорогие мои. Но очень важно, дорогие мои, в нашей культуре тоже исполняться Духом Святым. Находить время, находить возможности. Мы когда приехали, по ночам какие-то крики на горе. Мы спрашивали, а что это такое? Это гора молитвы. Это гора молитвы, люди там молятся. И что еще удивило, мы привезли, нас утром пробудили, там 4 часа повезли на утреннюю молитву, и так 2 недели нас возили. У нас, конечно, все это было удивительно. И потом завезли нас в горы, там какое-то христианское учебное заведение. Мы были в этом заведении, и потом уже обед, жарко, мы такие утомлены. И они нас завели такой молитвенная гора, вот зал, наверное, раза 4 или 5 больше, чем этот зал. И нам говорят, вот здесь как бы 45 минут, помолитесь 45 минут. Такие подушечки дали, вы можете встать на колени. У нас была такая группа, пара служителей-писятников, несколько служителей было из баптистов, и было 2 православных священника с бородами такими. Один из них преподаватель в академии, другой преподаватель в семинарии, оба с высшими светскими образованиями. Мы даже не знали, как с ним и говорить. Но когда они побывали на этих молитвах, когда мы увидели, и что меня поразило, когда они сказали, вот 45 минут для молитвы, я думаю, так мне, я вырастал в Писельской церкви, горячей такой, башлыцкой церкви, думаю, мне 45 минут? Мы молились по часу, но когда атмосфера пройдёт, как час пролетает, думаю, 45 минут сейчас, для меня будет тяжело. Думаю, а что этим баптистам делать? А что этим православным делать? И вы знаете, вот подошёл ко мне переводчик, говорит, вот 45 минут, помолитесь. Вот. И мы как-то встали каждый. И я помню, никогда не забуду, как вот, вы знаете, как молитвы такие бывают сильные, как ты вот просто погрузился в молитву. И меня переводчик стучит по плечу, говорит, Сергей, надо вставать. А я говорю, как? Я думаю, только пару минут прошло. Он говорит, прошло уже 45 минут. 45 минут прошло. А я думаю, как 45 минут? Точно 45 минут. Вот. И говорит, поднимай всю команду. Ну, с баптистом было попроще. Я вижу, баптисты молятся. 45 минут. А дальше я посмотрел, батюшки молятся. Как-то там они, ну, что-то шепчут. И я думаю, как батюшек поднять? И вы знаете, когда потом были в церкви Нгичо, была простая проповедь. Вот. Ну, хорошая проповедь такая, пастырская. Но потом, как люди начали молиться? Вот. Они были все перепуганы. Вот. Мы так более-менее привыкли к молитвам сильным. Когда мы ехали назад, вы знаете, какой у нас разговор был? Лати-батюшки сказал, молитесь о нас. Молитесь о нас. Братья и сестры, если мы, как отцы, как матери, не научимся глубоко молиться. И, вы знаете, чем больше молишься, тем больше хочется. Поэтому очень важно, очень важно, чтобы молитва наша возрастала.